Владимир Борисович, до революции в нашем городе было свыше двух десятков православных храмов. Старобрядческая церковь, польский костел, лютеранская кирха. А были ли в Курске синагоги? Были. А сколько в нашем городе, ну, к примеру, в середине 19 века проживал евреев? Не более 10 человек. А сколько перед Октябрьской революцией? По переписи 1897 года в Курской губернии проживало порядка трех тысяч евреев. Большая часть проживала в Курске. Следовательно, в губернии были их молильные дома. Да, в Курске было две синагоги. Одна синагога была в Рыльске. Ну, так где же располагались эти две курские синагоги? Вот мы сейчас с вами стоим на бывшей Георгиевской площади, ныне Пролетарский сквер. Рядом центральный рынок. До революции это был Покровский базар. А вот вокруг Покровского базара на улицах Яндовичинской, Сосновской, Красной линии, вот нижняя часть улицы Покровской, ныне большевиков, или, допустим, Михайло-Архангельская улица, Карла Липневта. Здесь проживало очень много евреев, в том числе библиотека еврейская была после революции на Карла Липневта. И на Советской улице была еврейская школа. То есть вот они кучно здесь жили, занимались торговлей. А вы имеете представление о синагоге? Когда-нибудь бывали в ней? Да. В 1962 году, будучи туристом в Праге, я осматривал вместе с нашей туристской группой древнейшую синагогу в Европе. И как ваши впечатления? Мы привыкли видеть православные храмы с обилием икон, фресок, картин, паникодил, лампад и тому подобное. А вот в маленькой синагоге в Праге ничего не было. В моей памяти остались только посеревшие стены этого древнего молельного дома. А здания курских синагог сохранились? Обе курские синагоги располагались в двухэтажных зданиях. Они имели двухсветные залы. После закрытия этих синагог в советское время здания были перестроены. В обеих синагогах сделали перекрытия. Их превратили в двухэтажные дома. А где они располагались? Первая синагога, ее куряне называли Красной, ну потому что здание было выложено из красного кирпича, находилось на улице Сосновской. И это здание даже сохранилось до 90-х годов прошлого века, правда в полуразрушенном состоянии. Это здание было снесено при расширении центрального рынка. Вы были внутри этой синагоги? Нет, никогда я не был в здании в этом. Но когда я вернулся из эвакуации с мамой в 1944 году, то именно рядом с ней на улице Красной линии нас приютила к себе знакомая мамы, Матрена Дмитриевна. Нашла уголок в очень тесном своем жилище, так как семья-то у нее была большая. Я хорошо помню, что ее внук работал совсем рядом в бывшем здании синагоги. В 1944 году в этом здании работал маленький хлебозавод, и он часто приносил еще горячие булки. Расскажите теперь о другой синагоге. Вот вторую синагогу горожане называли Белой. Это здание сохранилось до сих пор. Оно стоит на углу улицы Верхнелуговой и Пролетарского переулка, там, где сейчас располагается Покровский рынок. И краевед Логачев утверждал, что это здание было построено в 1877 году. Оно было построено специально для синагоги? В известной книге «Старые курские открытки» ее авторы написали, что с 1900 года помещение синагоги арендовалось в доме Батурины. Долгое время в этом здании работало заводоуправление. Владимир Борисович, давайте продолжим на следующей неделе рассказывать про историю здания бывшей юрейской синагоги. Согласен. До свидания. До свидания.